Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас разговорный видеоролик, посвященный очень разным интересным движениям, которые у нас уже будут в игре завтра. Поговорим про обновление, про баланс вооружения, который у нас поменяется. Немножечко поговорим про день НЛО, какие там будут скидочки, какие будут акции, голды, что вообще будет. И немножечко поразмусолим, помыслим насчет этой всей движухи. Челлендж я думаю, что особо затрагивать не будем. Если вам заходят подобного рода видеоролики, если вам нравятся разговорные тематики, видосы, где я просто высказываю свое мнение по поводу всяких обновлений, которые у нас проходят в игре, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Начнем конечно же разговор с обновлений по балансу. Это наверное самая важная вещь, которая меня больше всего интересует и интересует вас. Не будем начинать там с дня НЛО, перейдем ближе к концу к нему. В общем и целом, что мы имеем. Как вы знаете, шафт буквально наверное недели 2-3 назад довольно жестко бустанули. Бустанули и саму пушку, и устройство на тройной выстрел. То есть сама пушка приобрела новый совсем вид. Она стала жестко имбалансной и большое количество игроков. По моему мнению, я не веду каких-то справок, у меня нет никакой статистики. Купили данного шафта. Прокачали его, вложили кристаллы. И уже завтра данная пушка в очередной раз будет занерфлена. И занерфлена она будет довольно-таки жестко. То есть вся аркадная стрельба будет урезана практически вдвое. То есть и слабое поражение, и полное поражение аркадного выстрела снижено на 50 и на 40%. Соответственно, плюс ко всему этому занерфлены устройства. И поэтому шафт по сути наверное будет примерно такой же самой пушкой, которая была до данного замечательного обновления. То есть по сути, все эти ребята, которые купили, выкачали шафта, сейчас останутся, ну опять с той пушкой, которая уже по сути им не будет так сильно нужна. Она не будет такой сверх имбалансной. И соответственно, ничего такого сверх крутого не будет. Но это лишь моё точка зрения, то что он не будет имбалансный. Возможно там можно будет как-нибудь там с ним играть. И он будет такой знаете 50-50 и ещё как-то полуживой, полумёртвый. Но я думаю, что всё-таки шафт вернётся к своему прежнему балансу, который был до этого. И соответственно пушка будет обычной и средней, да. И как бы особо ты с ней там дико жёсткая, не понагибаешь в матчмейкинге. Дальше. Самое обидное, наверное, для меня и самое жёсткое. Дронзащитник занерфлен. Занерфлен довольно-таки сильно. Но при этом действие его с 15 секунд увеличено до 30. То есть, по сути, мы имеем на дистанции, да, то есть намного меньшую броню на любом корпусе с дополнительной бронёй. Но зато действие увеличено в два раза. То есть примерно оно, мне кажется, даже стало таким же, как было у нас раньше изначально, когда только-только вышел данный замечательный дрон. Поэтому здесь имеется два мнения у меня. Возможно, дрон будет нормальный, да, потому что всё-таки 30 секунд это полноценный кулдаун расходки, полноценный кулдаун ДАшки. Соответственно, ты просто имеешь дополнительную броню и, в принципе, всё. С другой стороны, броня будет дополнительно не такая уж большая по проценту. Потому что если раньше это было в два раза больше, то есть давало 200%, то теперь оно будет давать всего лишь половину. Не даже не то, что 200, то есть стало 50. То есть это от одного целого, то есть это половиночка только. То есть у тебя будет полторашечка. Грубо говоря, просто полторашечка. То есть нерв будет чувствоваться определённо, но за счёт того, что он будет работать 30 секунд, возможно, дрон будет жить. Будет полезен. И нам не нужно будет вообще что-либо менять. Можно будет остаться на данном замечательном дроне. Также тут апнули дрон ловкач. Ну, я как бы особо не шарю за эти вообще дроны. Мне особо, честно говоря, не интересен. Дальше. Twins. Время перезарядки уменьшено на 13 миллисекунд. Да, я теперь уже более продвинутый. Теперь знаю, что такое MS. А то я до этого не знал. Но зато устройство, которое играется на постоянной основе, наверное, на данной пушке, на Twins. Теперь, ну, не сказать, что сильно, конечно, но немножко занерфим. На 15% ваши шарики будут лететь менее, соответственно, надо будет тоже это всё дело протестировать. Будет ли это чувствоваться, не будет этого чувствоваться. Если будет чувствоваться, то насколько сильно занерфит это пушку или не занерфит, либо она останется примерно в таком же балансе. Если останется примерно в том же балансе, то Twins, как был хорошей средней дистанцией пушки, так она и останется и будет себя отлично показывать в любых боях, не только матчмейкинговых. Дальше у нас есть Викинг, то есть увеличен урон под овердрайвом. Я, честно говоря, думал, что как бы и так под Викингом. Там нормальный урон и ничего такого там сильно менять не надо. Но и его решили изменить. По обновлениям, по вооружениям, в принципе, всё. Затронули у нас всего лишь, получается, шафта, твинца и всё, да, две пушки. Два дрона, две пушки плюс Викинг. Не сказать, что жёстко. Я лишь, например, доволен тем, что я не поторопился, не купил быстро шафта, подождал какой-то период времени и его, получается, вот так вот быстро взяли и занерфили, да. То есть в этом плане хорошо, что я выждал хотя бы какой-то период времени. Хотя мне уже большое количество игроков и подписчиков и всех тех, кто меня смотрит, говорили, когда ты уже его купишь, когда купишь, давай покупай, покупай. Он имба, 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 имба. Но, видите, как всё сложилось, хорошо, что я его не приобрёл, потому что, по сути, я бы, ну, купил бы, прокачал бы, толку было бы, да, его вот уже, хоп, и взяли, занерфили. При том, рассказали, что сегодня, друзья, вышел видеоролик с утра на канале о том, как я сказал, что шафт там имба, туда-сюда, давайте там наберём последнее количество там лайков и точно прикупим себе данную замечательную пушку. Поэтому я вам уже советую там особо не проявлять жёсткую активность под тем видеороликом, так как шафт уже, конечно, пошёл на нет и, по сути, он не нужен. Но, конечно, я его рассказал там, если наберётся, конечно, лайки, то, понятное дело, что мы его приобретём. Но он уже, как бы, мне, по сути, не нужен. Дальше, переходим ко дню НЛО. Я быстренько пробежался, особо сильно не читал. То есть, по сути, у нас с завтрашнего дня уже у нас в игре полноценно будет X дополнительный, X2 фонды, дополнительный на X2 опыт. Как вы знаете, до конца лета у нас и так уже данная X2 имеется. Соответственно, X4 фонды и X2 опыт на протяжении 5 или 6 дней. То есть, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 5. На протяжении 5 дней, да, полноценных 5 дней у нас будет X2 фонды и X2 опыт. И дополнительно скидки 30%, да, ускорение 30, ой, на шаг 30 МПК, ускорение 50. Стандартные, дефолтные, всё как всегда. Появляются дополнительно коинбоксы опять, там пит-стоп ящики будут, да. Ультра-контейнеры, из которых будет падать Hornet Ultra, да, я так понял, там его тоже выкатили и показали. То, что завтра его там можно будет тоже выбивать. Ну и самое интересное для меня это миссии. Довольно большое количество хороших миссий, плюс за все миссии, если выполняешь, получаешь дополнительно 5 дней премиум аккаунта. А миссии у нас такие. 20 голдов поймать, 333 танка уничтожить, 150 овердрайвов прожать, да, то есть всё изи-каточное. То есть 700 ускорений прожать в матчмейкинговых боях, 51 катку в штурме выиграть. Ну это самое, наверное, долгое будет, да. И 100 тысяч кристаллов заработать. Тоже при x4 фондах, плюс премочка. Ну это мало, это определенно. Всё, все эти задания можно по сути выполнить за один день. Но если, конечно, вы не хотите там долго катать, долго упарываться в нашу замечательную игру, то там за пару-тройку дней, если играть там по пару часиков, я думаю, что можно спокойнейшим образом всё это дело выполнить. Ну и что касаемо голдов, я так понял, коэффициенты по голдам так и не написаны, да. Но, понятное дело, что голды будут падать часто, может там x50 какая-то около этого будет, да. Ну и голды будут, как я понимаю, именно метеориты. Написано метеоритный дождь, все дела туда-сюда, поэтому тоже будет это очень даже интересно. Я единственное только не понял, какая там будет карта специально, скорее всего, да. Она будет одна специально, но если что, у меня... А, нет, во всех... А, во всех, во всех матчмейкингах в битвах не будет даже какой-то определенной карты. Я хотел сказать, что если что, меня в комментариях поправите. Ну и сейчас уже сам прочитал и увидел, что во всех матчмейкингах в битвах вместо обычных золотых ящиков на полях стреления будет падать метеориты. Соответственно, во всех мм-боях вы можете играть, фармить, зарабатывать и радоваться, да. Не будет никакой замечательной демочки. Кто-то этому рад, кто-то, наверное, этому не рад. Я думаю, что тот же Артемочка хотел бы просто в демке там покелять, побить. Да и мне даже тоже демка приносит какой-то дополнительный буст по маране. На этом, наверное, друзья, все. Про челлендж я говорить тут ничего не буду. Опять дефолтные эти замечательные челленджи. Единственное то, что там появляется одно интересное устройство на корпус, на хорек, да, если я не ошибаюсь. Но, по сути, оно и сейчас уже будет, ну, не совсем актуально, наверное, таки. Для меня предыдущий челлендж я вообще не выполнил. Хотя думал, что спокойнейшим образом у меня получится это сделать. Но погода там изменила мои планы, и поэтому я его не выполнил. В общем, в целом, это, наверное, все, друзья, что я вам хотел сказать сегодня. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Завтра уже, я уверен на 100%, что мы протестируем и шафта на мульте, и протестируем того же Твинца. Посмотрим на дрон-защитник. Если вам это все интересно, в комментариях можете написать, что да, да, запиши там видос, сделай обзорчик. Плюс, возможно, завтра, если получится, то с утра сделаю злпшечку. Давно у нас не было, есть желание у меня такое. И будет в этом плане все очень даже круто. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.